Всем привет! Вы на канале Фанни Йокшерский Терьер и мы начинаем наш новогодний док влог. На календаре у нас 31 декабря, мы сейчас с Фанни на утренней прогулке, как мы с Фанни погуляем, поедем в магазин депо, чтоб купить упаковочные пакеты. Подписывайтесь на наш канал, тот кто не подписался, и ставьте нам лайки. Водвое у нас снег лежит, зато на дорожках. Здесь растаял. А я люблю, когда на дорожке лежит небольшой слой снега. ПОДПИШИСЬ! 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 Мы с Фанни идем на остановку, чтоб ехать в депо, так как я боюсь, что на дороге, по которой мы обычно ходим в депо, много снега, и Фаня намочит сильно лапы. Поэтому сегодня поедем автобусом. ПОДПИШИСЬ! 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 Особенно зимой. Зимой эта лестница скользкая и можно с нее упасть. Я предпочитаю ходить пешком в депо весной, осенью или летом. Впереди магазин депо, в который мы приехали. Зимой сюда приезжаю редко. Обычно стараюсь последние покупки сделать осенью, до того, как выпадет снег. Только в один год ездила зимой, когда мы дома делали ремонт. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры делал DimaTorzok Сразу у входа стоит новогодняя ёлка, но её можно купить, на ней есть цена. Ёлка очень красивая, со снегом и шишечками. Когда-то такого типа ёлку я хотела себе домой. Сделан рождественский уголок. Мы с Фаней в магазин Депо приехали за упаковочными пакетами. Я в Депо всегда беру с собой Фаней, так как здесь есть зоодил. И вообще магазин Депо очень хорошо относится к животным. Сюда разрешают приходить даже с овчарками, чтобы поменять амуницию или лежанку. Кстати, в магазине Депо оказалось очень много разной упаковки для подарков. И ленточки красивые, новогодние и просто однотонные. Разные пакеты, коробочки, целлофановые мешочки. Буду знать, где на следующий год покупать новогодние упаковочные пакетики или коробки. Кстати, интересно, а в простое время, не в Рождественской, продают ли здесь коробочки? Так как они мне очень приглянулись. И на следующий день рождения, Фаней, я бы хотела их использовать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нам надо подождать где-то 15 минут Субтитры создавал DimaTorzok Идем домой Идем домой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я в основном ездила за подарочными мешочками Так как те, что купила в магазине максимум Они оказались за маленькие И в них не влазят подарки В магазине Депо много разной упаковки для подарков Мешочки, бумага, коробочки Я немножко поснимала Вставлю в свое видео Я купила 10 мешочков с разным дизайном Два синим с оленем и домиком Два со снегиром и совой Три вот таких вот белых с елочкой и звездочками И вот такой вот рождественском стиле С пряничным человечком, пряничным домиком и колокольчиками Также купила вот такую вот елочную игрушку И Фанни вот такую вот погрызушку горло Так как если ей не дать такую вкусняшку вечером Она не засыпает и ходит ее искать Так как в последнее время я постоянно давала Такую погрызушку, она к этому привыкла На этой неделе на лимонад кола дали скидку Два лимонада за цену одного Я взяла две бутылки кола зеро Он вот с таким вот Дед Морозом Кстати, кола связана с моим детством И также в магазине была скидка на формочки для кексов В наборе 120 штук, 60 формочек и 60 палочек На этот раз у палочек другой дизайн, да и сами формочки другие Выпекать кексы при температуре 180 градусов А покупала я вот такой вот набор Мне кажется, что это даже красивее Сейчас пойду готовить торт для собак Так как дома у нас не только Фанни, но еще есть и другие собаки Вот этот раз купила печенки больше Три упаковки по 450 грамм Взяла кориную печенку Чтоб они заполнили всю формочку Хочу попробовать немножко другой рецепт Сварю еще две морковки И вместе с печенкой перемалю ее блендером Также мне понадобится творог 2% 250 грамм Для крема Сметана 15% 200 грамм И украшать торт буду вот такими вот косточками Печенюшками для собак Это французское печенье И торт будет застывать вот в такой вот железной съемной форме Сейчас мне нужно помыть печенку У меня три упаковки печенки по 450 грамм Я печенку все помыла Общий вес печенки у меня килограмм 350 грамм И сейчас я ее поставлю тушиться Вот печенку я поставила и она сейчас будет тушиться на воде 45 минут, а то и час Пока печенка тушится я почищу морковку Морковку я почистила и мелко нарежу Чтоб когда печенка потушится можно было сразу делать торт Вот печенка потушилась Сейчас ее надо снять со сковородки И когда она остынет я ее буду размалывать блендером Кусочек хорошо протушился Вот столько у меня получилось печенки и морковки Морковку нарезала на мелкие кусочки И сейчас я все буду размалывать блендером Я печенку с морковкой перемолола блендером Вот такая вот масса у меня получилась И сейчас все нужно выложить в форму Вот такой вот торт у меня получился Сейчас я поставлю на балкон чтоб он застыл А когда он застынет украшу кремом из творога и сметаны Пока торт застывает Для нас я хочу приготовить рулет в лавашу с творогом и изюмом Для этого мне понадобятся листы лаваша Творог Три пачки по 250 грамм 2% сметана 30% 5 ложек Изюм Манная крупа Ванильный сахар И разрыхлитель В творог добавляем сметану, ванильный сахар и разрыхлитель И все хорошо перемешиваем После чего добавляем изюм И манную крупу И перемешиваем Вот такая вот начинка должна получиться После чего берем лист лаваша И размазываем по лавашу чтоб сделать рулетики Мне помогала делать сестра Так как новогодний праздник У нас считается семейный И мы на стол готовим все вместе Вот так вот нужно заворачивать рулетики Чтобы рулетики не расползлись Мы смазывали взбитым желтком яйца Выпекать нужно где-то 15-20 минут при температуре 180 градусов Рулетики у нас получились золотистой корочкой На стол мы будем подавать нарезанные Оказалось что мы забыли купить средства для мытья посуды У нас каждый год бывает что мы что-то забываем И потом приходится еще раз идти в магазин Когда я ходила в магазин То купила вот такой вот еще один елочный шарик С звездочками и снежинками И стоил он всего 60 центов А когда их только стали продавать в декабре Стоил он тогда 2,99 И вот столько разных конфет у нас будет на стол Вот такие вот с колокольчиками С Дедом Морозом Потом вот такие вот забавные И вот такие вот с шишечками На ужин Фаня будет кушать пауч-монш с говядиной Пауч-монш с говядиной Пауч-монш с говядиной Пауч-монш с говядиной Съела тарелочка у нее пустая Мы с вами в душе на вечернюю прогулку Перед тем как садиться за новогодний стол У нас идет снег Погода в этом году очень перемельчивая То снег То дождь со снегом То вообще все тает Хотя весь ноябрь был со снегом Пауч-монш с говядиной Пауч-монш с говядиной Пауч-монш с говядиной Пауч-монш с говядиной Субтитры создавал DimaTorzok Эта ёлочка растёт в нашем районе и жители уже третий год подряд украшают ёлочку возле своего дома. Возле нашего дома с Фаней тоже есть ёлочка, но всё никак её не украшу, всё время забывая, когда иду с Фаней на прогулку. Мы с Фаней погуляли, возвращаемся домой. В некоторых окнах горят ёлки украшенные. Вот бежит Фаней домой. Для собак я делала специальный торт, чтобы они у нас не выбрасывали со стола, так как еда со стола вредна. Мы с Фаней погуляли. Теперь я пойду на Фаню выкупаю, чтобы Новый год она встречалась чистенькой. Я Фаню поливаю тушиком, чтобы намочить шею. И сегодня буду мыть обыкновенным шампунем, так как с кондиционером много возни. Фаня к купанию относится спокойно, только не любит ждать, пока шампунь впитывается, прежде чем его смывать. Фаня одену вот такой вот фиолетовый халатик, чтобы она быстрее высохла. Этот халатик мне очень нравится, так как в нем Фаня высыхает где-то за полчасика. Торт застыл. Теперь его осталось достать из формы и украсить кремом. Крем я буду делать из творога двухпроцентного, 250 грамм возьму. И из сметаны где-то 5 ложек, это будет 125 грамм. И украшу вот такими вот печенюшками для собак печеньки в виде косточек. Вот такой вот крем у меня из творога и сметаны получился. И сейчас я буду украшать торт. Вот такой вот торт у меня получился. Перед самым Новым годом Фанне подарили бантики ручной работы. Я такого подарка не ожидала. Было очень приятно получить такие бантики. Бантики нам подарили вот в таком контейнере. Бантиков довольно много. Два вот таких вот розовых с голубым камушком на резиночке. Две пушинки крокодильчика. Два темно-синих с белым бисером и тоже на резиночке. Один голубой вот такой вот. Два вот таких вот розовых. Один малиновый с бисером. И два вот таких вот красных. В этом году Фань к Новому году пошли вот такое белое платье. Белое платье для Фань я очень давно хотела. И наконец у нас оно появилось. На платье рисунок снежинки. Нашито серия обойная снежинка и белый королик. Символ этого года. Вот такая вот блестящая обоечка. Платье на липучке. И вот такие вот красивые рукавчики. Сегодня на праздник одену это платье Фани. Фани одену к этому платью вот такой вот цветочек на резиночке. Или вот такой вот цветок на крокодильчике. Посмотрю какой будет лучше держаться. Но мне кажется, что вот этот больше подходит. Сестра я додела подарок. Вот так выглядит шампанское. А к шампанскому привязан вот такой вот подарок. Вот так вот выглядит моя елка. На кресле Фанины игрушки. Под елкой очень много подарков. Большая часть это Фанины. Но несколько родителям и собакам. Даже вот тут вот стоят подарки. Под елкой сидят игрушки. Вот тут вот стоит Дед Мороз. И вот такая вот у меня елочка. И в этом году вот такая верхушка. Вот Фаню я одела. Она вот такая вот красотка. На головке бантик. Вот такой вот цветочек. На спинке нашиты аппликации. Снежинка и королик. И мы сейчас пойдем праздновать Новый год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Фаня возле новогодней елки и возле своих подарков. вот такая вот фаня красотка а вон сколько они в этом году подарков у нас вот такой вот новогодний стол много сладостей новогодних у нас вот такие вот тарелочки с девочками мне они очень нравится белый салат или как в других странах называют его оливье бужунина трех видов лаваши 1 лаваш с яичком и с красной паприкой с рыбой и маринованными огурчиками и третье с крапными палочками также у нас айдиска из овощей маленькие помидорки мандаринки и шампанское боско еще один салат сборочков селедки и яичко и на сладкое у нас сладкая колбаска и лаваш с творогом и изюмом хлебушек и очень красивые у нас новогодние салфетки сейчас мы тортик разделим и дадим собакам забыли купить для торта тарелки для собак остались прошлого день рождения фанни поэтому тортик дадим вот в таких тарелках вот так вот тортик выглядит в разрезе как я фанни торт принесла она сразу заинтересовалась что за тортик она такие вещи любит так как в тортике все продукты которые ей нравится она любит и творог и сметану и печенку и печенюшки фанни вы сейчас аппетитом кушает мы мы Субтитры делал DimaTorzok У нас уже ночь, Новый год мы попраздновали, и сейчас будем ложиться с Фаней спать. Я Фане одела вот такой вот комбинезон розового цвета со снеговиком. Фаня уже спит, и я буду ложиться спать, так как на сегодняшний день устала и очень хочу спать. У нас следующий день, сейчас у нас утро, и Фаня продолжает спать. Мы сейчас с Фаней будем собираться на прогулку. У нас всю ночь шел дождь, и снег растаял. Мы сейчас с Фаней на утренней прогулке. Ночью прошел дождь, и на улице тепло, и весь снег растаял, и вылезла зеленая травка. Самое странное, что снег лежал в середине ноября, а на зимние праздники он растаял. Я не люблю, когда такая погода на новогодние праздники, так как на Новый год и Рождество все-таки хочется, чтобы везде лежал снег. Субтитры делал DimaTorzok Мы с Фаней дошли до нашего дома. Вот так вот двое у нас выглядит без снега. Пробивается зеленая травка. А мы с Фаней идем домой и будем дальше отмечать Новый год. Мы с Фаней дома помыли лапки. Я ей одела вот такой вот комбинзон со снеговиками, так как у нас дома холодно. Но наезжаться уже не будем и пойдем дальше празднув Новый год. Торта для собак осталось чуть больше половинки. И на завтрак Фане дам вот такой вот тортик. Торт собакам положу вот в такие тарелочки собачьи потолки, которые остались с Фанейного дня рождения. Вчера Фаня с удовольствием ела торт, сегодня не очень. А вот собака родителей Мия есть с аппетитом. А вчера наоборот Мия боялась есть из-за выстрелов. А Фаня ела, так как выстрелов она не боится и никак на них не реагирует. Фанька ходит, все рассматривает, но кушать не хочет. Фанька ходит, все рассматривает, но кушать не хочет. Фанька ходит, все рассматривает, но кушать не хочет. Я ее уже не наряжала в белой платье, как наряжала на 31 декабря. И сейчас я хочу показать, какие подарки у Фани на Новый год. У нас второй год подряд получается, что на Рождество у Фани подарков больше, чем на Новый год. У Фани три подарка, два бокса. Один бокс я покупала в магазине Лятина, другой в магазине Пиццити. И в красном мешочке я собирала подарок в течение осени и декабря. Ну а теперь посмотрим, что Фани я подарила на Новый год. Это, кстати, любимая Фанина игрушка Олень. И в этом году я снова купила ей нового оленя. Такого типа, как она любит. Так как Фаню заинтересовал подарок, в котором много игрушек, она даже вытащила своего любимого оленя. Этот подарок покажу первым, а потом покажу подарочные боксы. Первые четыре игрушки от фермы Конг. Все четыре я покупала в магазине Пиццити. Фанин любимый олень. Он от фермы Конг. В этом году у оленя вот такая вот шапочка наушники. Нашито название фермы Конг. Стерео Козе. Олень с пищалкой. Этих оленей очень любит Фани. Потом вот такой вот мишка. В этом году мишка белый. Вот в такой вот шапочке от фермы Конг. Мишка с пищалкой. Написано, что выпущен в 22-м году. Так же, как у оленя, есть нашивка. Каждый год выходит в Рождество мишки, но они все выглядят по-разному. Потом вот такой вот мишка в виде Санта-Клауса. На мишке одет костюмчик Санта-Клауса. Выпущен в 22-м году. Мишка с пищалкой. И вот такой вот рождественский ежик. На ежике снежинка и нашивка фермы Конг. Лапки и ушки зеленые. Ежик такой вот рождественского стиля. Эти игрушки я Фани покупать не планировала. Но так как в декабре на них была большая скидка, я решила купить. Обычно я Фани покупаю игрушки от фермы Конг и Мелк Паттер, так как считаю, это лучшие производители игрушек для животных. Ферма Камон появилась в конце лета. Вначале эта ферма производила только лекарства. Но когда мы с Фаней ездили на море, заходили в магазин Вет 1, там я видела игрушки этой фермы. Недавно я выяснила, что эта ферма итальянская. Обычно итальянская продукция для животных очень хорошего качества. Поэтому я решила в декабре купить игрушки, когда на них дали большую скидку. Купила вот такой вот бельчонка в красной шапочке с зеленым шарфиком на хвостике у бельчонка гирлянда. Бельчонок шуршит, он не пищит. Бельчонок плоский. Я думаю, что его можно будет брать в поездки, так как он будет занимать немного места. И вторая игрушка этой же самой фермы. Вот такой вот лисенок. У лисенка на маечке елка. Он шуршит, тоже плоский и не пищит. И очень интересно сделана этикетка в виде подарка. И из другого магазина Кика я купила вот такого пингвина. На сайте было написано, что он всего 7 сантиметров, но он оказался больше. Пингвин на коньках. На животике вот такая вот снежинка. Он с пищалкой. Новогодний шарфик у него. В очках. И вот такая вот голубая шапочка. Очень миленький. Пингвин от фирмы. Мисоко. У этой фирмы сейчас довольно большой выбор игрушек. Все они очень красивые. Фирма у нас появилась прошлой весной. Она производит игрушки, амуницию для собак, лежанки, пледы, а также пеленки одноразовые и многоразовые, и памперсы одноразовые и многоразовые. Также у Фани в основном подарки. Вот такие вот персиковые носочки с кружевами и бантиком. Серые дутики. У дутиков внутри вот такой вот мех. Дутики на липучке. И вот такой вот серый комбинзон. Он на липучке. Внутри вот такая вот подкладка серый мех. Комбинзон закрывает животик. И у комбинзона есть полоски, которые отсвечиваются в темноте. И еще вот такие вот вкусняшки в виде елочек. И тарелочка от фирмы Трикси с розовыми лапками. Елочки двух видов. Одна зеленая, другая коричневая. Всего три елочки. Кстати, я Фане никогда подарки не отдаю в новогоднюю ночь. Когда стреляют, испытают. Так как Фаня хоть их не боится, но чувствует себя не совсем уютно. Мы с ним всегда подарки открываем первого января. Тогда она заглядывает в мешок и интересуется, что там лежит. Еще у Фани вот такой вот бокс от фирмы Эдгар Коппер с консервами. Бокс очень простенький. Украсила его вот таким вот красненьким бантиком. Не слишком симпатично у меня получилось. В этом боксе есть перегородка. Всего шесть консервов. Каждая консервы по 100 грамм. Консервы трех видов. Консервы дикое мясо, утка, овощи и ягоды. Курица, индюшка, овощи и ягоды. Ягненок, говядина и овощи. Кстати, кроме консервов фирма выпускает сухой коем. А недавно стал выпускать и вкусняшки. И вся линейка с овощами, ягодами и фруктами. Кстати, эту коробочку пока выбрасывать не буду. Так как я Фани всегда покупаю консервов много. Иногда мне бывает негде хранить. А пока что я не могу ей подобрать пластиковые боксы, в которых было бы удобно хранить консервы. И последний подарок на сегодня. Это вот такой вот подарочный бокс с бульоном и вкусняшками. От фирмы Снуфли. Фани там дальше спит. Так как вкусняшки не пахнут и они ее не сильно интересуют. Набор очень прикольный. И мне стало нравиться, что такие интересные подарки стали делать для собак. 250 миллилитров говяжьего бульона в железной банке. 250 миллилитров коренного бульона в железной банке. Овощные вкусняшки от фирмы Натуралика 100 грамм. Говяжьи кусочки от фирмы Натуралика 100 грамм. И вот такая вот косичка-погрызушка 20 сантиметров. Сколько в ней грамм я не нашла. От Фаниного подарка. Решила сохранить вот такую вот этикетку с Дедом Морозом на память. А я раньше никогда не сохраняла. Мы с Фаней вышли на вечернюю прогулку. У нас, как и утром, очень тепло. Словно весна. Хотя со среды у нас обещают снег. И, скорее всего, православное Рождество будет со снегом. Не знаю, сколько мы с Фаней погуляем. Так как темноты она почему-то стала бояться. Боится, когда за спиной у нас идут люди или другие собаки. Останавливается. И пока они не пройдут, стоит на месте. Мы с Фаней погуляли. Теперь возвращаемся домой. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался. Ставьте нам лайки. А мы вас с Фаней очень любим. Желаем крепкого здоровья. И ждем в нашем следующем видео.